Ну что, друзья, всем привет, всем добрый вечер, дамы и господа, с вами Севен, и это очередная, ребят, буритная серия в НХЛ-24 командами континентальной хоккейной лиги. Сегодня, друзья, у нас будет 4 команды из западной конференции, я считаю, что это одни из самых лучших команд именно в западной конференции, и среди этих 4 команд это будет ЦСКА, СКА, Спартак и Динамо Москва, среди них мы будем выбирать самых лучших булитмейстеров. Перед тем, как мы начнем, обязательно попрошу тебя подписаться на канал, если ты вдруг еще не подписан, обязательно поставить лайк этому видеоролику и, конечно же, написать свой комментарий. Также, друзья, не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, потому что там видео будут выходить намного раньше. Ну что ж, давайте начинать, у нас первая пара, решил я именно так сделать, что ЦСКА будет играть против СКА, Спартак против Динамо, посмотрим, что из этого выйдет, давайте начинать. Честно, я даже не знаю, кто вообще будет стоять в воротах той другой команды, Кузнецов начинает эту булитную серию, против кого он там просветал, судя по всему. Кузнецов убирает на неудобный и очень легко здесь забивает, пробивает он галкипера ЦСКА. Отличный бросок, и Женя, Женя, кстати, травмирован, насколько я знаю, вот так вот приобрели Кузнецова и тут же он у нас, ребят, травмировался. Так, это Акулов, судя по всему, вот ЦСКА, так, Акулов здесь ничего интересного нам не показало, кто стоит в воротах СКА? Серебряков, наверное, да, Анжело даже есть, да, Анжело даже есть, ничего себе, защитник, насколько я знаю, питерской команды не забросил здесь. Так. Гурьянов, кто в воротах-то, Серебряков, что ли, там, забрасывает Гурьяну в шайбу. Переигрывает он Серебрякова, блин, какой номер-то у себя, да, Серебряков. Я второго галкипера даже не знаю, вот как-то там. Ну, здесь Серебряков, конечно, выручить свою команду не смог и хорошо сыграл Гурьянов. Идем дальше. Толчинский. Не нравится Ротенбергу его игра, не знаю почему, но где-то читал я про это. Напишите в комментариях, почему так происходит. Абрамов против Серебрякова. Ну, вообще, совсем бесхитростно здесь сыграли. Так, Григоренко. Кстати, такие звезды играют у СКА. Я, кстати, по началу сезона видел, что... Ой, ешь, там бы попал здесь Григоренко, повезло здесь галкипера ЦСКА, конечно. Вот, тому то, что у СКА в четвертом звене там и Григоренко, и Плотников. Все шоки. Нестеров. Защитник сбивает. Убирает на неудобную. И тут прямо щелочка такая. Серебрякова здесь чуть не повезло. У нас результативно складывается серия. Еще один повтор, друзья, с вами смотрим. И здесь Нестеров. Я не знаю, кстати, капитан он или нет. Так, Марат Хайрулин. Что Хайрулин нам покажет? Ой-ой-ой, не забывает здесь. Марат Хайрулин, ребят. И ЦСКА выходит у нас в финал нашей булитной серии, где будет встречаться с победителем серии Динамо и Спартак. Давайте переходить к этой булитной серии. Блин, это Голдобин, да? Голдобин прям реально. Слушай, он уже, по-моему, усач тоже, да? Было такое у него. Вот так вот выглядит. Это получается Гусев справа. Слушайте, реально похоже, блин. Гусев и Голдобин. Блин, я не могу отойти. Блин, жар. Я не могу. В общем, давайте смотреть там. Парядин, Голдобин, Чайковский. По-моему, Чайковский тоже будет исполнять булит. Здесь Уилл, Пакет и Никита Гусев. Давайте переходить к этой булитной серии. Как раз посмотрим, кто там на воротах стоит. Ну, кто там? Рыбор, наверное, будет у Спартака. А у Динамо кто? Динамо даже не знаю. Посмотрим сейчас, посмотрим. Давайте переходить к булитной серии. Так. Так, Голдобин будет первым бросать у Спартака. Ну, блин, по-моему, были усы у Голдобина. Так. Маталыгин или как там его фамилия? Матарыгин. Прошу прощения у всех болельщиков Динамо. Стоит в воротах. А там Миска же вспомнил. Ну, косяченька. Гусев. Гусев. Убирает на неудобное, но забить здесь не получается. Не получается, Рыбора, пробить. Идем дальше. Это кто? Это Мальцев, что ли? А, не, Ружечка. Опа, неплохо. В принципе, неплохо действуют игроки. Просто вот чуть не везет здесь в концовке. Вроде раскачку делает, но забросить не могут. Рашевский против Рыбора. Между ног хотел здесь забросить Рашевский, но это не получилось. Сделайте пока по две попытки и пока не получается ни у той, ни у другой забросить. Шейн Принц. Он-то должен. Ах, прямо в пус попадает. Вот Орыгин он. Так, идем дальше. Джордан Уилл. Может, у Уилла получится пробить Рыбора? Ух ты, вот это бросочек от Уилла. Под самую девяточку. И здесь Рыбор не затащил. Смотрим повтор. Хороший бросок. All, All Alone. Еще вы поняли, что это за Х-фактор. Но это не Х-фактор, дополнительный показатель здесь. Это не основной. Так, Морозов. Странно, что нет Порядина. Ой-ой-ой, куда он попал здесь? В штангу, что ли? По-моему, в штангу попал. А показалось, что шайба в воротах, на самом деле. О, Дэл. Если Динамо сейчас забьет, то все, по-моему. Так, вот, Дэл не забил. И сейчас надо Спартаку сбивать. Павел Порядин. Ракета. Так. Ой, хорошо. Порядин прям в своем стиле. Вот это пушечка залетела. Павел Порядин, ребят. Тоже такой же хороший бросок, в принципе, как и у Уилла получился. Ну, хорош, хорош Порядин. Но все равно сейчас попытка есть, я так понимаю, у Динамо. Если Динамо забьет, то, в принципе, все. Слепышев. Сегодня читал про него новость, что он там по семейным обстоятельствам уехал. Слепышев. Завевает, ребят, Слепышев. И Динамо, ребят, выигрывает эту булитную серию. Отправляется в финал к ЦСКА. А, соответственно, Спартак будет играть с хоккейным клубом СКА. Давайте переходить, получается, к матчу за третье место. Посмотрим, кто заберет третью позицию в этой булитной серии. Я до сих пор не могу отойти от этого Лусача. Прямо прикольно Голдобин выглядит. Ребят, вот так вот. В принципе, вы уже все видели. Давайте переходить сразу к булитной серии. Ладно, посмотрим, посмотрим. Сейчас могут ли одна из команд забрать третью позицию. Но кто-то сможет. Это понятно. Но вот кто, узнаем совсем скоро. Булитная серия, ребят, за третье место начинается прямо сейчас. И все те же исполнители, в принципе, и будут. Голдобин. Вот это, конечно, нужно было поменять, наверное, против Серебрякова. Чуть-чуть здесь перемудрил немного. Голдобин, мне так кажется. Кузнецов свою попытку нареализовал в прошлой булитной серии, я помню. Так. Неплохо, но рыба разгадала вот здесь. Так, ружечка. Да, было бы прикольнее, конечно, менять. Все-таки менять игроков. Это можно сделать. Но на это очень много времени, конечно, надо. Да, Анжела. Так. Убан неплохо, убрал на неудобном. Но здесь щитком хорошо сыграл рыба. Идем дальше. Шейн принц. Принц против Серебрякова. Очень легко здесь расправляется. На самом деле, некоторых кисты ничего не придумывают. И просто бросает. В принципе, делал Уилл, делал Парядин. Сейчас сделал принц. Но у принца, конечно, не такой эффектный бросок получился, как у киста Спартака и Динамо. Но свою задачу он выполнил. Шайбу забросил. Идем дальше. Так. Толчинский. Кстати, Толчинский вот не похож здесь на себя. Тоже решил просто бросить. Но здесь рыбарь молодцом. Что-то габаритный такой рыбарь. Галкипер, оказывается. Так. Морозов. Если Спартак сейчас забивает. Но он не забивает. Здесь Морозов. То очень близкие бы были сейчас спартаковцы. Григоренко. Григоренко. Убирает он неудобный. Но бросок не особо хороший получился здесь. И четыре попытки уже не реализовали питерцы. И Парядин. Посмотрим сейчас, что придумает Павел. Решил он здесь переиграть. И Парядин, ребят, забивает. И все, ребят. Спартак занимает третью позицию нашей булитной серии. А СК остается на четвертом месте. Вот так вот решила судьба сегодня в булитах эти команды. Давайте переходить к матчу за первое место. Матч, друзья, за первое место. Булитом. Среди четырех команд. Давайте, давайте. Посмотрим. Динамо лица СК. Акулов начинает серию. Я думаю, даже лучше то, что Матчарыгин стоит. Потому что там Миска, да? Как у него фамилия? Или что-то его не особо нахваливает. Гусев. Убирает он неудобный. Что-то у Гусева не получается. По булитам пока. Не особо хорошо. Так. Гурьянов. Свою шайбу он забросил. Я помню. А здесь переиграть голки. А неплохо смотрится Матчарыгин. Вообще неплохо. Не удивлюсь, если Динамо выиграет. Рашевский. Рашевский. Между ног хотел здесь Просветов протолкнуть эту шайбу. Кстати, смотрел обзор. Просветов тоже очень такой габаритный голкипер. Абрамов. Ой, хороший бросок получается у Абрамова. Абрамов, по-моему, в прошлой серии тоже забросил. И ЦСКА выходит вперед. Только я похвалил Матчарыгина. И он тут же пропускает. Ну, ладно, бывает. Возможно, сейчас и Динамовцы соберутся. Если какой-нибудь Джордан Уилл выйдет на бросок. Посмотрим сейчас, что Уилл придумает. Интересно, будет так же бросать или нет. Бросает. Но здесь уже не так опасно было. Очень легко справляется голкипер ЦСКА. Нестеров. Тоже свою попытку он использовал. Нестеров. Выбирает неудобный. Как же легко сбивает. Неужели ЦСКА выиграет? Если сейчас Динамовцы не забивают, то все. Сейчас два раза надо Динамовцам сбивать. И очень хладнокровно так забивает защитник ЦСКА. Так. У нас ОДЛ. ОДЛ надо забивать. ОДЛ забивает. Продолжается буллитная серия. Но если сейчас забьет ЦСКА, то все. На этом серия закончится. Здесь не получилось полноценно неудобно убрать. Но поражает он здесь ворота Просветова. Ну что? Кто там у нас? Из хаков? Ничего себе. Сбивает из хаков, ребят. И все. ЦСКА выигрывает эту буллитную серию. И становится у нас победителем в этой буллитной серии. Получается у нас как? ЦСКА, Динамо, Спартак, ИСКА. Вот так вот расположились наши места. Ну что? Если тебе ролик понравился, обязательно поставь лайк. Подпишись на канал. Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем, ребят, до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok